Здравствуйте, дорогие друзья! Это рубрика, когда мне, соответственно, моя прекрасная помощница Анна задает вопросы. И сейчас мы узнаем... Аня, о чем мы узнаем? Почему парень ревнует? Почему парень ревнует? И, как в прошлом выпуске, я уже вам говорил, что в первую очередь нужно, конечно, задать вопрос, какой психотип у вашего молодого человека, парня, мужа. В принципе, то же самое может касаться с жены. То есть, вообще тут как бы не особо, на самом деле, гендер важен. И от психотипа отталкиваться, то есть от психотипа или от расстройства личности, ну, в общем, от целой полноценной картины личности нашего человека. Соответственно, когда мы анализируем тип, мы учитываем, напомню, как первичный тип личности с генетической детерминированностью, так называемое ядро, так и, соответственно, мы учитываем вторичный тип личности, который у нас приобретен с опытом, да? То есть, если родители были шизоиды, то, возможно, ребенок унаследует какие-то шизоидные черты. Продолжаем разбирать, ну, кто такие самые яркие ревнивцы? Это, конечно же, история, что такое ревность? История про самооценку. Я сомневаюсь в себе в том, что, может быть, есть мужчины, думаю, лучше меня, какой я там достойный или недостойный. А, может быть, для меня будет очень сильным, да, позором, да, вот если почитать там, допустим, комментарии множества мужчин, да, вот все имеет, приобретает такой позор, да, что мужчина чувствует, что его вот как бы предали, об этом сейчас все узнают, да, или там женщина, если будет измена. И идет, соответственно, вот эта вот реакция, которая сопровождается ревностью, то есть страх не только быть преданным, но еще и то, что об этом все узнают. Вот этот страх позора, он очень сильно присущ нарциссам и истероидам. Вот. Эпилептоид тоже очень сильный ревнивец на самом деле, но здесь надо учитывать другое побуждение. Эпилептоид – это контролер, это заложено на подкорке. И он не столько, так скажем, по-настоящему чувственно ревнует, сколько это желание обладать женщиной и контролировать каждый ее шаг. Поэтому с какой-то точки зрения то, как это будет проецировать, это может быть, конечно, ревностью, а, соответственно, с другой точки зрения, да, если глубже в его душу заглянуть, то это не совсем чистая ревность, это скорее попытка вас полностью, вашу жизнедеятельность контролировать. Тем более, есть случаи, когда чистые эпилептоиды мне попадались, я вам рассказывал, то есть был там что-то свыше 20 лет брака, и мужчина у своей жены проверял там чеки из магазина. Вот. То есть это когда сильная эпилептоидная акцентуация, может, заходящая в какой-то уже патологические моменты, да, и, соответственно, в таком случае уже он переходит эти границы, он включает контролера и начинает полностью контролировать вашу жизнь. Ну, конечно, если вам пришла какая-то смс от чужого мужчины, ну, последует какое-то наказание, вот, и нужно подумать, кто же у нас не, соответственно, не склонен к ревности. То есть это эмотивы, это шизоиды, это тревожные, тревожные даже бояться будет, да, то есть как-то это озвучивать, возможно, вот. И паранояльный. Паранояльный тоже не склонен к ревности, но он может, с одной стороны, даже согласиться, чтобы жена ему изменяла, если это будет соответствовать его сверхидее, да. Это очень ярко проявлено в фильме «Карточный домик», да, то есть люди, которые готовы ради того, что вот он, Фрэнк, там мечтал стать президентом, он закрывал глаза ей на измену жены, да, то есть для него это не стало критичным фактором, он остался с ней. Кто смотрел там, можете вспомнить эту сцену, когда Франсин вот с этим фотографом ему изменяла, то есть это не столь важно для мужчины паранояла, для него важно сохранить, ну, точнее, вот это продвижение по карьерной лестнице или какой-то другой сверхидеи, к которой он стремится, они могут быть самые разные, еще зависит от его интеллекта, вот. Вот, и таким образом получается, что он будет ревновать, но и контролировать жену, естественно, но если это ее измена может сказаться на выполнении его сверхидей, то есть если это несет ему угрозу, если проще формулировать вопрос, вот. Исходя из этого, нужно учитывать, то есть когда мы анализируем причины ревности, учитывать психотип. Это очень и очень важно для того, чтобы ваши отношения развивались крепкими и здоровыми, учитывать тип личности вашего партнера. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите ваши вопросы в комментариях. Да пребудет с вами здоровье!